заяц пушистый всем привет сейчас очень много советов на тему того что живи как хочешь делай к чему лежит твоя душа иди к своей цели к своей мечте и прочее прочее это все здорово это правильно это абсолютно нормально только много среди нас тех кто на данный момент так и говорит а я не знаю чего я хочу а как мне еще понять чего я хочу как во всем этом разобраться какое-то мне исследование попадалось гарвардская так вообще там есть точка зрения что 97 процентов людей не знаю чего они хотят конечно речь не про глобально жизнь а про какие-то периоды жизни про какие-то сферы мы правда можем не знать что мы хотим информации много мы сами можем как-то эмоционально очень скакать колебаться поэтому надо себе помочь в этом вопросе надо себе дать правильные подсказки ну во первых почему бывает так что человек вот достаточно долго живет в этом состоянии а я не знаю чего хочу откуда я знаю вот она разные причины причина первое это жесткое воспитание вы привыкли что вас контролирует вам говорят как надо то есть вы всегда в каких-то рамках вы всегда по каким-то правилам живет позже уже например не родители а супруг или супруга какие-то друзья может быть какие-то преподаватели начальники и прочее они много прямо существенно вас ориентируют и вы как бы пытаетесь здесь соответствовать здесь угодить и действительно очень сложно начать вдруг прислушиваться к себе что еще бывает что люди в принципе не очень хорошо распознают свои чувства эмоции желание вот как-то человек не был с детства к этому приучи нередко это связано с заниженной самооценкой с низкой уверенностью в себе бывает что просто это особенности развития психики и человеку нужно себе в этом помогать нужно прорабатывать это отдельно желательно со специалистом бывают люди у которых есть некоторые нарушения в этой сфере но это не значит что они такими останутся просто и нужно проделать ряд методик чтобы точнее осознавать кто я чего хочу что мне нужно и так далее еще почему вот это вот происходит да в принципе страх перемен у человека может быть и амбиции какие-то есть и представления какие-то есть но он понимает что я сейчас покину свою вот эту вязку зону комфорта а кто его знает что дальше то может быть совсем не там не вариант может быть еще хуже станет может быть надо мной смеяться буду то что-то в таком духе еще причины но это когда просто на вас сильно влияют чужие ожидания и вы привыкли пытаться быть для всех хорошим заслужить выслужить показать себя вот вы то сначала каких-то конкурсах побеждали то вы там с какой-то соседской девочкой соревновались то вы заслуживали любовь вашего мужчины вы за него замуж вышли то подстраивались тут под этих родителей тут под этих и везде вы боитесь говорить нет вам очень важно чтобы про вас исключительно хорошее сказали вы жили 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 до какой-то точки вам 30 40 может быть 50 лет и друг вы как-то осознаете а я-то чего хочу нет вообще чего надо а у вас опыта наработанного нет прислушиваться к себе и делать так вы все время на кого-то ориентируйтесь казалось бы из благих целей быть хорошим вот это еще явная причина бывает что просто у человека произошло какое-то серьезное психотравмирующие события что-то серьезно какой-то болезненный развод расставание что-то сильно на работе в бизнесе обломилась может быть потеря утрата близкого человека или чего-то еще и человек он сейчас в каком-то таком ступоре находится он априори считает себя каким-то неудачником априори считает что ему не везет у него все равно ничего не получится у него вот это вот сдавленность есть потому что травма не прошла травма не проработана вот таких случаях естественно нужно с этой травмой работать еще а еще причина на самом деле банальная это огромные потоки информации у вас может есть представление то что вы хотите допустим вы всегда мечтали лечить животных вы заходите в инстаграм а вам там реклама лезет стань с мм мастером зарабатывай 500 тысяч вместе вы ничего себе а может мне этим заняться лезете дальше а там вам показывают крутые тусовки модных дизайнеров вы думаете вот она чего а тут на вас реклама валится что помогаете зверюшкам животным вот вы думаете а может мне волонтеры пойти а тут кто-нибудь к вам с какой-нибудь своей эмоциональной реакции идет вы уже на это отвлеклись мы живем условия вообще страшного информационного шума нам что-то рекламирует от нас что-то хотят нас на что-то разводят постоянно очень важно фильтровать информацию и дозировать как вот это я просто к сведению приму вот это я с какой-то целью изучаем и смотрю цель развлечения на тоже может быть она все-таки не единственная в потоках вот этих вот информационных как видите причин просто море как себе помочь как разобраться в том чего именно вы хотите сейчас с вами несколькими простыми доступными советами поделюсь которые актуальны хоть для школьника хоть для человека там молодого среднего возраста неважно уже существенно чего-то добившегося в карьере хоть для человека очень взрослого который пересматривает свою жизнь абсолютно всем совету подходят то что механизм это одни и те же пример рекомендация первое попробуйте вести дневник каждый день просто записывайте свои мысли не надо даже какой-то структуре его вести условно как отзывы в школе на книжку да что прочитано кто герой какие выводы и прочее прочее нет берите раз в день спонтанно вообще записывать свои мысли просто вот может какие-то наблюдения текущими дни пойдут уж какое-то мнение может желание какой-то неожиданно всплывет что вам хочется просто записывайте записывайте недельки две-три месяц пройдет диагонали так пролистайте вы наверняка увидите какие-то пересечения какие-то линии какие-то вектора хотя поймете а вот это вот важны для меня куски или а почему то у меня вот это вот желание здесь здесь слой или а почему я вот на эту человека раздражаюсь 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 я завидую потому что я на самом деле тоже вот таким вот активным например хотел быть и так далее то есть ваш дневник этого аналитическая база для нос у меня чешется я видео это в пятницу записываю то есть видите как она бывает не надо как чешется вот дальше очень полезно на список составит по своим ценностям то есть вообще а вот в чем мои ценности сядьте запишите что для меня важно не надо что правильно не надо вот этих вот социально приемлемых ответов я за мир во всем мире и прочее прочее просто вот что мне хочется на что ориентирую чем мои приоритеты комфорт красота да зачем мне это что мне это дает там выпишите сосать секунд небольшой список это ваше поле для дальнейшей работы к этому можно и какую деятельность прикручивать и общение с людьми прикручивать может как-то доработать модернизировать этот список что еще стоит сделать а представьте себе идеальную картинку вашей жизни вот как вы живете вот что есть вашей жизни а какие ощущения испытываете чем она вообще наполнена исходя из этой картинки идеальной жизни представьте свой идеальный день многие конечно о я на отдыхе я вот там лежу давайте не только отдых давайте некий такой условно рабочий день вот что вы такого делаете если вам сложно представить такую сферу деятельности то представляете эмоционально вот я примерно во столько-то встал дальше вот что я делаю я например там делю внимание здоровью если у меня семья я там как занимался семейным потом я еду работать а вот чем связана моя работа сообщение может быть красотой может быть строительство может быть с природы что-нибудь еще вот какого-то отдых активный либо наоборот люблю с книжечкой поваляться и так далее какие люди меня окружают это друзья либо это большие потоки людей я в принципе люблю бывать на людях вот что-нибудь такое представьте какой он ваш идеальный день а позже может быть не с первого раза вы будете конкретизировать конкретизировать и вам проще уже будет разобраться как можно будет вот это уже там в реальность писать что еще хочу могу платят обожаю это эту схемку вспоминаете все что можете все что умеете и что вам более-менее нравится но если уж прям не вот нравится то хотя бы не противно и кто вам за что платил кто вас за что благодарил вот там вот ваши явно зоночки сосредоточены там ваши точки развития покопайте там чем там можно позаниматься в плане работы чем там можно позаниматься в плане саморазвития еще ну конечно же прекрасное упражнение а что бы я делал если бы я вообще не нуждался вот вы единственный прямой наследник ротшильда или там рокфеллер вот прям вот и никак вы например бизнесом не не напряжены у вас сплошные управляющие работают вам только отчеты приходят все у вас замечательно вот чем вы занимаетесь понятно что помимо того что вы там путешествовали там лучших ресторанах посидели и так далее что еще чем вы свой день наполнять кроме развлечения например и путешествие и отдыха что там есть покопайте это тоже интересно еще очень важно каждый день хотя бы какое-то время быть тишине наедине с собой чтобы на вас не влияли люди с другими требованиями чтобы на вас не валилась вот эта вся информация об успешном успехе вот эти все биографии супер счастливых супер состоявшихся написанные копирайтерами на коленке по шаблон чтобы ничего вас не отвлекало помедитируйте там посидите наедине прислушайтесь к себе каким-то образом попробуйте чувствовать свое тело попробуйте понять что именно вам хочется сейчас в этой точке да может быть в ходе одной медитации вам когда-то там истины жизни ты не придет это важно делать регулярно это ваша концентрация на себе и на своих чувствах еще если у вас есть какие-то сферы которые вам более менее интересны но их много не знаете что с ними делать вообще ваше это или не ваше попробуйте поделать чуть-чуть и довести до первого результата вы неплохо рисуете попробуйте нарисовать хоть одну картину вы неплохо фотографируете попробуйте сделать там небольшую сессию какую-то тематическую вы неплохо проектируете но пока на этом не зарабатывали возьмите там небольшой какой-нибудь тестовый там проекте что-то еще здесь делайте что-то доведите до результату то увидите результат и дальше смотрите если у вас удовлетворенность насколько вот это весь процесс он вам был там приятен интересе могли ли бы вы повторить похожий результат попробуйте так и что еще важно чтобы лучше понимать что вы хотите что для вас важно важно получать как можно больше новой интересной информации из новых источников от новых людей из каких-то новых сфер возможно вы просто пока еще не дошли до тех областей которые подходят вам которые могут быть вам интересны могут быть вам приятны не ограничивайте себя и не ограничивайте свой выбор конечно же просто замечательно будет ходить психологу не сходить коучу снимать и тему разбирать к сожалению есть риски что правда у вас сидят какие-то очень серьезные блоки и родители вам какие-то установки внедрили или у вас какие-то страхи запрятанные или вы настолько не уверены в себе что почему-то не позволяйте себе нормальную приятную счастливую интересную жизнь там чем-то наполненную разбирайте пообщать пусть человек со стороны вам какие-то наблюдения о вас скажет какие-то рекомендации нас тоже этот факт не игнорируйте все-таки это ваша жизнь и когда как не сейчас уже начать с ней определяться и начать в нее вкладывать друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психологов пожалуйста записывайтесь ко мне на онлайн консультации мои контакты внизу под видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео пишите под этим видео вопросы и темы которые вам еще интересны всем пока всем до скорых волнующих встреч а